планшет samsung smt 230 имеет диагональ экрана 7 дюймов разрешение 1280 на 800 точек матрица tft своей памяти постоянной 8 гигабайт оперативной полтора гигабайта так сюда можно добавить карту памяти micro sd по моему до 32 гигабайт так значит сбоку находится клавиша включения громкость плюс минус ну и кнопка home все больше на планшете кнопок нету и связи есть bluetooth вайфай gps естественно принципе это все основное процессор тут установлен marvel px a1088 если это кому-то что-то скажет наверно сейчас кроме snapdragon никто вообще процессоров не знает с тактовой частотой 1 и 2 гигагерца 4 ядерный так основная камера в принципе фронтальной есть по моему основная камера как и на всех планшетах тут такая скажем очень слабенькая всего лишь 3 мегапикселя фронтальная да я даже забыл что она тут есть 1 и 3 мегапикселя ну стоит помнить что это все таки планшет ему уже очень много лет а тогда были совсем другие требования камерам так аккумулятор 4000 миллиампер часов но его хватает ну на день точно такого пользования так вес 274 грамма так что еще сказать по планшету так я его если смотрели предыдущее видео только что сбросил заводским настройкам поэтому он абсолютно чистый так давайте перейдем на стройке покажу версию android так где на обустройстве версии 442 так что еще показать так вай фай работает сейчас покажу скорость интернета ну он конечно может поддерживать и больше но это у меня дома такой интернет слабенький скорость интернета так экран отличный яркий вот это даже яркость не на всю было сейчас поставлю на все так не давайте сейчас включим видео из youtube а так предлагает загрузить новую версию youtube ну давайте загрузим так но игры я включать не буду потому что они тут не будут тянуться так если вы поняли захожу в play market он требует ввести данные учетные записи google ну так как я его сбросил к заводским не хочу его засорять чтобы он был абсолютно чистый сейчас попробую через google chrome если получится скачать так эти первый запуск google chrome а нет добавлять аккаунт не надо жмем установить youtube в общем тоже требует чтобы я зашел учетную запись 1 откроем youtube через браузер просто хочу показать качество экрана только раз в общем он идеально подходит планшет для чтения для просмотра всяких фильмов видосиков ну и пользоваться фейсбуком контактом такими в общем обычными стандартными программами для их наверное на сегодняшний день уже будет маловато надо искать что-то получше ну либо если вам не надо супер современные игры можете старый поиграть так часто реклама всякая так вот какие-то одни политические так ну в общем кого интересует этот планшет ссылочка будет в описании буду продавать его на волоксе да не сказал так если сейчас видно будет тут есть небольшая сейчас на выключенном экране такая царапина вот посмотрел на текущий момент такие планшеты продают по цене 1300 гривен 1500 я отдаю за 1000 гривен если вы заходите смотреть видео всегда проверьте ссылочку может быть я его уже продал а может быть и снизил цену там до 900 до 800 гривен поэтому проверяйте так ну если у кого-то есть вопросы конечно пишите комментариях на этом все все всем спасибо всем пока